Огромное количество почтовых отделений Бурятии, особенно в отдаленных поселках, находятся в аварийном состоянии. Их эксплуатация практически невозможна. Однако, по сей день они пользуются большой популярностью у населения. Потребность в отделении почты у нас очень большая. Пенсионеры у нас любят ходить за пенсией на почту. Ощущается потребность в общении. И поэтому люди, как по старинке привыкли, ходят, ждут пенсию свою. И вынуждены ждать в таком холодном помещении. К примеру, почтальон в сельском поселении Сойоцкой, куда входят 7 населенных пунктов, обслуживает 140 пенсионеров. Помимо этого, она раздает еще региональные социальные доплаты, детские пособия, принимает оплату за электроэнергию, за твердое топливо. Но объем работы достаточно большой у нее. И получается, где эти все деньги хранятся? Не о маленьких суммах речь-то идет? Деньги хранятся у почтальона дома. У нас, как видите, нет условий хранения. Закрывать такие отделения не получится. У многих жителей нет банковских карт, а в населенных пунктах – банкоматов. Ремонтировать уже здесь просто нет возможности. Его просто разобрать при ремонте придется и построить новое. Поэтому мы принимаем решение построить легко возводимое модульное здание, которое будет более эффективно и где будут предусмотрены все помещения, которые сегодня необходимы. Новое здание будет строиться за счет Почты России. Задача республиканских властей – выделить землю и подвести все коммуникации. Добавлю, что на данный момент известно о 12 проблемных отделениях. Сбор информации продолжается.